Всем привет! Селаешь на проводе. Это канал с полезностью для путешественников. Если вы любите путешествовать, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А сегодня мы с вами в аэропорту Внуково, и я вам покажу, как из него добираться лучше всего до города. Для тех, кто не хочет сидеть в неудобных креслах, на верхнем этаже в зоне вылета есть капсульный отель. И здесь вы можете разместиться с комфортом. Стоимость такого удовольствия 250 рублей в час. Ну а теперь о том, как же лучше всего добираться из аэропорта Внуково до Москвы. Я вам рекомендую воспользоваться общественным транспортом. Для этого вам не надо выходить из терминала на улицу. Вы просто спускаетесь на минус первый этаж по указателю Аэроэкспресс в Москву. Сразу хочу сказать про Аэроэкспресс. Я им не рекомендую пользоваться, потому что цена его достаточно высокая. На сайте стоимость билета 450 рублей. А если вы здесь покупаете билет, вот в этих кассах, которые обозначены красным цветом, вот здесь, то стоимость билета 500 рублей. Это уж лучше тогда купить проезд на такси. Ну и если вы все-таки решили поехать на Аэроэкспрессе, то вам надо пройти вот в эти двери. Там будет платформа, куда приходит Аэроэкспресс. А я же вам рекомендую продолжить движение по коридору по указателю общественным транспортом. То есть здесь прямо сразу вам чуть-чуть пройти, метров 50, и будет остановка общественного транспорта. Заходить в автобус можно в любую дверь. Оплатить проезд можно тремя способами. Первый способ это бесконтактная банковская карта. Стоимость проезда будет составлять тогда 42 рубля. Либо купить билет у водителя за 55 рублей, либо оплатить проезд транспортной картой тройка. Тогда с вас спишут там 38 рублей, а когда будете садиться в метро, то еще 21 рубль. Либо если у вас на тройку записан проездной, то тогда проезд будет бесплатный. Также автобус идет по выделенной линии, поэтому вы можете не беспокоиться, что вы застрянете в пробке. Теперь о маршрутах. На 611 автобусе удобно доехать до метро Тропарева. На 911 до метро Саларева. Кстати, если вы из Саларева едете до аэропорта, то вам надо перейти на ту остановку через дорогу. А если у вас есть время в пути, то я вам рекомендую зайти в ресторан Глобус. Там можно вкусно и недорого пообедать. Так мне бургер с колой обошелся в 200 рублей. Если мы говорим о времени в пути, то до Саларева ехать минут 15-20, а до Тропарева 20-25 минут. Также вы заходите сразу в метро и покупаете карту тройку. Если вы первый раз ее прикладываете, то 38 рублей. Если второй раз где-то, то 21 рубль. И последующие разы в течение 90 минут бесплатно. Из автобуса пересадка в метро получается даже удобнее, чем с Аэр-экспресса. Ну а если вы едете в аэропорт, то я вам рекомендую выходить на станции Тропарева. Следующая станция Полумянцева. The next station is Promnozo. Итак, я нахожусь в метро. Я нахожусь на станции метро Тропарева в автобусной остановке. И мне эта станция очень нравится тем, что, как видите, тут вообще никогда, почти никого не бывает на остановке. И вы можете спокойно сесть на автобус и спокойно разместиться с багажом. Напоминаю, что, как я уже говорил в своих видео, что здесь устанавливается автобус 611. И таким образом это маршрут Мосгортранца. И поэтому вы можете спокойно оплатить ваш проезд тройкой. Если вы просто сюда придете, то стоимость проезда по карте тройка будет стоить 38 рублей. Если вы пересаживаетесь с метро, то это где-то порядка 60 рублей вам будет общая поездка на метро и на автобусе стоить. Также практически все автобусы маршрута 611 оборудованы новой системой оплаты. И вы можете также оплачивать проезд с бейпасом. Бейпас – это карта виза, мастер-карт, мир, бесконтактная плата. И поэтому тариф у вас будет списан на 41 рубль. А если вы в автобусе покупаете, то, соответственно, стоимость проезда будет стоить 55 рублей за одну поездку. А если у вас приобретен билет на один или несколько дней, то тогда вы можете доехать до аэропорта совершенно бесплатно. Также тут очень приятная, благоустроенная территория. Также вы можете доехать еще одну станцию метро. И это будет станция метро Саларьева. И там уже автобус 911. Время в пути составляет примерно 20-25 минут. Автобусы ходят по выделенной полосе, поэтому вы можете не переживать, что опоздаете на свой рейс. Итак, мы уже съехали с шоссе и подъезжаем к аэропорту Внуково. Далее от остановки необходимо пройти метров 50 до перехода. Если не хотите спускаться по лестнице, то можно зайти за угол, и там будет лифт. Кстати, женщина в красной курточке тоже пошла на лифт. Далее идем прямо по переходу. Если вы приехали на Аэр-экспрессе, то вы здесь также попадаете в этом месте, в этот переход. Напомню, что стоимость проезда на Аэр-экспрессе составляет 500 рублей. И все далее, и кто на автобусе, и кто на Аэр-экспрессе, приехал прямо, идем, проходим зону контроля и подходим к этим мониторам. Это вам как ориентир. И подходим к лифтам. Правый лифт нас не интересует. Сразу подходим к левому лифту. Это очень важно, так как он идет в зону вылета. И вызываем лифт. Вот здесь написано, куда идет лифт. Вот он находится прямо, как вы выходите, проходите зону контроля и выходите из Аэр-экспресса и из туннеля. Если вам надо в зону вылета, то нажимаем второй этаж. На втором этаже мы оказываемся сразу у стоек регистрации. И если вам нужна авиакомпания Победа, то мы идем прямо из лифта, никуда не сворачивая до конца зала за той же женщиной в красной курточке. И стойки авиакомпании Победа находятся на самом последнем островке стоек регистрации. Также не забываем проверять статус с вашего рейса на табло. Всем приятного полета и мягкой посадки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, до встречи в новом видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!